Друзья, хотелось бы сказать славу нашему Господу, и как пропел хор и о Духе Святом, это то, что тот, кто нам всегда очень нужен, потому что мы с вами часто понимаем, как нам делать правильно надо, но Дух Святой, Он только один может дать нам эту способность поступать так, как этого ждет от нас и ожидает Бог. Мы очень часто с вами читаем Слово Божие, слушаем проповеди, и знаете, если бы мы с вами вот эти все слова, которые Господь обращает к нам, применяли к себе, к своему сердцу, принимали с верою, то мы бы с вами уже были намного-намного лучше, правда? Намного-намного лучше. Но бывает, что и слышишь вроде бы как бы, и применять пытаешься в своей жизни, но вот как-то смотришь на себя, и здесь еще не способен, и тут еще где-то ты что-то не можешь делать, и что-то у тебя не получается в жизни, но это не повод для уныния, но повод для того, чтобы нам еще-еще искать, искать этой помощи от Господа, еще приближаясь к Нему, приближаясь к Нему, искать от Него этой милости, помощи. И я бы хотел сегодня в напоминание наше зачитать одно такое место в напоминание нам, это книга второзакония, 4 глава, 4 глава, с 1 стиха, слова, которые были направлены к народу Божьему, к Израилю, когда Бог уже вывел их из Египта и продолжал вести их по этой земле, в землю обетованную. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. «Глаза ваши видели, что сделал Господь с Валфигором, всякого человека, последовавшего Валфигору. Истребил Господь, Бог твой и среды тебя, а вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все до ныне». И Слово Божие открывает нам, что прежде всего Господь чего хочет в нашей жизни. Во-первых, я думаю, все мы понимаем, что Он хочет нас довести до Царствия Божьего. Он ведет нас по этому пути, помогает нам освобождаться от каких-то наших духовных недугов, давая нам силу и способность, чтобы мы с вами дошли, потому что без Него мы бы, никто из нас никогда не дошел бы до Царства Божия. И далее мы видим, что Господь, Он еще, как вот в жизни народа Божьего, когда Он выводил Израиль из Египта, и они выходили сердцами рабов, что вот по мере того, как Он их вел, Он хотел достигнуть них, чтобы у них стали другие сердца. Сердца, которые готовы были побеждать, которые научились побеждать. И того же Господь и в нашей жизни хочет достигнуть, чтобы мы с вами некогда ранее были безбожники, не знали Господа, поступали по собственным своим похотям, как хотели, были рабами греха. Но Господь, по мере того, как ведет нас в это Царствие, Он хочет нас с вами научить побеждать, каждого научить побеждать, чтобы мы научились с вами преодолевать какие-то свои внутренние недуги духовные, чтобы мы с вами могли с вами иметь эту победу. Я бы хотел обратить внимание вот особенно на третий стих и на четвертый из того отрывка, который я зачитал. Слово Божие говорит, что глаза ваши видели, что сделал Господь с Валфи Гором. И вот Слово Божие, оно неизменно. И как Слово говорит, что нет ничего нового под солнцем. И то, что уже мы с вами читали, читаем там про народ Божий, когда он выходил из Израиля. И те же самые ситуации мы сегодня видим и в нашей жизни очень часто происходят. И мы с вами должны эти ситуации, как бы читая, вникая в них, принимать к своему сердцу, чтобы нам делать какие-то выводы, чтобы нам с вами не попадать в те же ситуации или в ту же беду, в которую попадали люди, которые шли прежде нас. Потому что Господь очень хочет, чтобы мы с вами как-то обходили это все. Потому что нам, с одной стороны, легче, чем им. Потому что, во-первых, у нас с вами есть такой хороший пример, который есть Слово Божие. И здесь все эти образы и примеры, они для нас с вами. Чтобы мы не попали в эту же беду, в какую попал этот народ. Вот. И второе, у нас еще есть Дух Святой. У них не было этого. А у нас есть эта сила, есть это откровение, есть это благодать, которая нам с вами дарована. Слава Господу. И я бы хотел сделать некоторые выводы, некоторые такие для нас с вами прообразы, которые мы могли бы с вами применить. Как написано, глаза ваши видели. И вот Бог, зная, что им еще предстоит путь дальше, этому народу израильскому, Он им говорит о том, что вы видели то, что происходило до этого, вы это все видели. Вы видели все эти примеры, когда там роптал народ, да, то, что там воды не было. Роптал, когда кушать им, там, хотелось, там уже манна надоело, они хотели мясо, там, или еще какие-то примеры. Он говорит, что все это, глаза ваши видели. И что сделал Господь, Исфал Фегором тоже видели, когда мы помним эту ситуацию, которая описана в книге «Чисел», когда мы с вами видим, что народ Божий, он стал, написано, блудодействовать там с дочерями Маава. И я зачитаю это, чтобы нам более было понятно. Книга «Чисел», 25 глава. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Валфегору, и воспламенился гнев Господина Израиля. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа, и повесь их к Господу пред солнцем, и отвратиться от Израиля ярость к гнева Господня. «И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Валфегору». И знаете, это очень серьезная была такая вот ситуация в жизни народа. Мы с вами видим об этом и читаем. И знаете, и Господь, и на страницах Нового Завета, Он тоже обращает на этот пример внимание нашим. И в книге Откровения мы с вами видим, что во 2 главе, в 14 стихе, Господь говорит, что «У тебя есть там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблан сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали». То есть мы с вами видим, что вот этот народ, мавитяне, у них был такой план, чтобы совратить народ израильский, они научили их есть идоложертвенное и любодействовать. То есть любить дела плотские и делать это, то, что противно Господу. Потому что если бы мавитяне, я думаю, вышли бы прямо, вышли там с мечами, с войсками бы вышли против Израиля, то Израиль бы, наверное, храбро бы сражался за Господа, и он бы победил. Но вот у мавитян почему-то созрел такой план, коварный план. Они знали, что они не одолеют Израиль силой, но они могут одолеть коварно, коварно, через грех, через отступление от Господа. Поэтому сегодня, может быть, кто-то может так думать, ну вот придут времена такие, когда, может быть, гнать будут там народу Божьей, я тогда буду противостоять этому, у меня будет сила и все. Но видите, как враг душ человеческих, он очень коварно хочет зайти, хочет коварно зайти и, знаете, как-то, чтобы мы с вами полюбили делать дела плоти, дела плоти, которые противны Господу, которые огорчают нашего Господа. То есть здесь написано и проидола жертвенная. Другой момент, что вот Израилю, ему совсем чуть-чуть оставалось войти, чтобы войти в землю обетованную, совсем немного временем оставалось, они уже были накануне этого. Но мы с вами видим, что такое поражение пришло. И вот враг душ человеческих, он, зная вот это, что сегодня последнее время, он особенно так вот хочет поколебать народ Божий. И в Слове Божьем мы с вами видим, что Слово Божие говорит, что в последние времена, наступят времена там тяжкие, и написано, что другие места есть, что в последнее время, что по причине умножения беззакония во многих холодеет любовь. То есть враг, он особенно будет восставать на народ Божий в последнее время, потому что чем ближе мы с вами приближаемся к Царству Божию, тем мы с вами видим, что больше и больше всяких искушений приходит в жизнь народа Божьего, больше испытаний всякие приходят, которые так и хотят поколебать нас с вами. И враг хочет, чтобы мы с вами прилеплялись не к Господу, как вот в этом месте написано, а прилеплялись к этому Валфи-гору, к идолу, который может возникать как бы в нашей жизни. Написано, что когда глаза ваши видели, что сделал Господь с Валфи-гором, и мы видим, как Господь повелел Моисею поступить с начальниками, мы видим, что это очень было так жестко, это было очень так вот, знаете, кто-то подумает, ну, как-то вообще тогда начальника, взять их и всех, о которых там написано, и всех как бы уничтожить, убить их всех. Но мы с вами понимаем, что, возможно, эти начальники, они не наставляли народ, потому что это очень серьезно, они не наставляли народ, что нельзя так поступать, нельзя так делать, а возможно, эти начальники, они сами были впереди народа, и сами блудодействовали, и сами еще делали какие-то противные вещи, которые противны для Господа. И вот поэтому Господь им сказал Моисею так поступить. Поэтому нам очень с вами важно, очень важно слушать это Слово, которое Господь нам с вами обращает, слушать и обращать на Него внимание, веру и принимать это Слово, потому что этого ждет от нас Господь. Глаза ваши видели, что сделал Господь с Валфи Гором? Знаете, есть такое одно очень выражение, которое мне очень понравилось, и это выражение сказал Альберт Эйнштейн, и однажды я ехал по городу и смотрю, баннер такой висит большой, и там это выражение. Я не знал, что это он сказал, потом домой еще приехал, еще начал смотреть, думаю, так вот интересно, и знаете, оно звучит так, что самая большая глупость это делать то же самое, делать то же самое, и думать, что в этот раз получится. То есть, ну вроде бы, казалось бы, уже столько примеров для нас с вами, столько раз мы уже с вами видели, что делать нужно, а что делать не нужно. Ну знаете, бывает, что вот все вновь и вновь делаешь, делаешь это все, а у тебя не получается. И вот картинку одну видел, там, знаете, дорога такая, и дорога это и грабли, одни грабли, другие грабли, третьи грабли. И вот человек идет, вроде бы как раз на грабли наступил, они его ударили, больно, шишечка вскочила. Человек постоял маленько так, ну вроде бы как бы пришел в себя, снова пошел, снова на эти грабли наступил, потому что вот эта дорога, она вот этими граблями выложена. Вот, так Господь ждет от нас, что может быть мы где-то в сторону уже ушли, как-то, знаете, не шли уже по этой дороге, где вот эти грабли наложены для нас с вами, чтобы мы уже не набивали себе шишки, чтобы, как Слово Божие говорит, что «а вы, прилепившиеся к Господу». Так вот, очень важно, чтобы мы с вами прилепились к Господу нашему. Вот написано, что «вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все до ныне, те погибли, те остались там лежать, которые прилепились к Валфи-гору». Написано, которые «прилепились к Господу, Богу вашему, они живы все до ныне». Еще одно место зачитаю, первое послание Коринфянам, 10 глава, с первого стиха. Мы все хорошо знаем это место, я просто, ну как бы в напоминание, так вот, может даже не весь этот отрывок, что мы с вами понимаем, что когда человек прилепился к чему-то нехорошему, к чему-то, может быть, греховному, какие-то у него появились интересы в этой жизни, а прилепиться можно хоть к чему. Можно прилепиться, там, не знаю, там, что-то смотреть, можно прилепиться, как сегодня говорилось, уже к работе, можно прилепиться к любому. Любое, что не на первом месте стоит в нашем сердце, кроме Господа. Вот это есть, как бы, идол, и к этому можно прилепиться, и можно время проводить с этим, и это, ну, грех пред Господом. И Слово Божие также говорит, что даже наша принадлежность к церкви, даже то, что мы ходим с вами на служение, это не спасает нас само по себе, если наше сердце будет прилеплено к чему-то греховному, может быть, или там, вот даже не очень греховному, возможно, но просто мы будем зависимы от чего-то, кроме Господа. Вот написано в 10 главе первого послания к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисея в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Но это не то, чтобы Бог, Он не был расположен к этим людям, это был выбор этих людей, потому что, ну, это всегда так. Иисус Христос, Он никогда над нашим разумом, там, или как сказать, над нашим сердцем, над нашими выборами, Он не пытается, как бы, нас сломать. Это всегда выбор нашего сердца. К чему ты хочешь прилепиться в этой жизни? Или ты будешь прилепляться вот в этому афалфи-гору, к чему-то этому жизненному, может быть, там, к чему-то вот этому житейскому? Или ты все-таки будешь искать Господа, будешь стараться прилепляться к Иисусу Христу? Стараться прилепляться к Иисусу Христу? И даже когда Иисус Христос ходил по этой земле, мы с вами видим, что многие люди, которые были с Ним и считали себя учениками Иисуса Христа, ну, даже и те, они раздражались от Его слов, они, слыша Его слова, они были недовольны Его целями. То, к чему Он стремился, тот же Иуда, те же люди, которые отошли от Иисуса Христа, потому что, когда Он, помните, говорил там о плоти своей, о крови своей, они, в них не вмещались эти слова, и вот это несогласие их, оно, как сказать, оно их, ну, увело от Господа. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами были согласны с этим словом, к тем словам, которые Господь Иисус Христос к нам обращает, а вы прилепившиеся. И знаете, вот что-то плотское, оно очень легко прилипает к нам, правда? Вот что-то плотское. Вот говорят, такие выражения, вот выражения только можно сказать, я как-то, ну, чтобы более понятно было, там, извините меня, но вот бывает в баню сходишь там, там, венечком попаешься, и вот он прилипнет, этот лист к тебе. И даже выражение такое есть, прилип, как банный лист. Вот он прилип к тебе, и ты даже можешь его не видеть, там, где-то сзади, может быть, там, да, вот, он прилип. Или вот я вспомнил так вот, однажды у нас была, когда конференция какая-то, и брат приехал к нам на конференцию, и вот знаете, он тоже, извините, вот он сел на место, и помните, у него жвачка потом там прилипла, жвачка. И вот знаете, что-то плохое, оно очень легко прилипает к нам. Никто не может сказать, что вот, ну, я думаю, что вот ко мне деньги так прилипают, так прилипают, ну, вот надоели уже, да, деньги прилипают. Но чтобы вот деньги прилипали, я думаю, надо все-таки что-то делать, правда? Надо что-то делать. Вот чтобы к тебе что-то плохое прилипло, тут ничего делать не надо. Это очень спокойно все, это наша предрасположенность, как сказать, житейская, плотская наша, это очень легко прилипает. А вот что-то хорошее, это надо труд приложить, приложить старания какие-то. То же самое можно сказать, если уже духовно так перевести, это, допустим, про любовь, можно сказать, или про прощение. Вот кто может сказать, ко мне так вот прилипла эта любовь, что я вот люблю всех так, что мне прямо вообще даже, вот уже устал даже любить, или прощать устал. Ну вот никто же так не скажет, правда, это всегда труд, это сложно, это трудно. Так вот знаете, как я уже сказал, что что-то плохое, оно очень легко прилипает, что-то хорошее, оно прилипает, не так просто, это надо стараться, надо прилагать старания какие-то. Я задам вопрос такой, как же нам прилипаться к Богу? И несколько моментов просто раскрою так вот уже в заключении, или отмечу их. Вот это не полные как бы все моменты, мы знаем уже все, как нам прилепляться, как искать Господа. Я просто на несколько моментов обращу внимание. Вот помните, мы недавно в пятницу, по-моему, вспоминали о филистимлянах, как внесли они свой вот этот ковчег израильских в храм Дагона. Помните? В храм Дагона внесли. И вот они поставили этот ковчег там возле этого идола Дагона. И мы с вами видим, что Бог, Он сам вступился. Он сделал так, что этот идол, Он упал. Он упал, с утра пришли филистимляне, смотрят, ковчег стоит, а идол упал. Но они снова его поставили. И, по-моему, на следующее утро они пришли и снова смотрят уже. Ну там уже и руки как-то уже были отделены, и голова была отделена, и снова он лежит, а ковчег стоит. Вот знаете, иногда мы думаем, что вот в нашем сердце, вот если так вот подумать, вот тоже идол какой-то может быть. И мы думаем, что вот Бог придет, и Он мне вот как-то сам уберет из моей жизни вот этого идола, и все будет хорошо. И руки ему там отделят, и голову там снимет, и все. Мне так будет хорошо и прекрасно вот служить Господу. Но это бывает не так часто, знаете. Если мы сами в своем сердце не уберем этого идола, не захотим убрать этого идола, не будем прилагать старания и усердия, то оно само по себе, знаете, ничего не происходит хорошего. Это все-таки надо заплатить какую-то цену. Помоги нам Господь, чтобы мы сами могли уронить этого догона в своем сердце, вот этого идола. Это все делается через покаяние, через старания, освящение, чтобы Господь нас с вами благословил, помог нам. Другой момент. Мы с вами читаем, что вот эти прилепившиеся к Господу, о которых я читал в книге Второзакония, кто же были эти прилепившиеся? Вот народ Божий, который вышел из Израиля, они уже многие там уже пали. Они, кто был взрослый, вышли, они уже пали, они остались в этой пустыне. А кто же прилепился? Мы с вами по пальцам можем пересчитать так. Прилепился Моисей, прилепился Иисус Навин. Там прилепилось не так много народа. И знаете, смотря в Слове Божьем, мы видим, что это те, кто были испытаны в разных ситуациях, но оказали Господу верность, как мы с вами очень часто испытываемся. И через это мы тоже с вами прилепляемся к Господу, когда мы оказываем Господу верность. Когда мы, может быть, не открываем там ноготы отца, когда не протыкаем там, как вот давить, там он не поднял ноги нам помазанника Божьего, там он не проткнул его копьем. Когда мы с вами не роптали, тот, кто не роптал, кто не плетет эти интриги, может быть, в церкви, тот, кто не сплетничает, кто не восстает против братьев своих и сестер. Вот через это мы с вами приближаемся к Господу. Поэтому благослови нас с вами Господь, чтобы этого не было в нашем сердце, то есть, чтобы мы работали над собой. Если мы это видим, нам надо это все выносить пред Господом, освящаться и удалять из своей жизни. И еще мне Господь на этой неделе один дал урок такой, я бы хотел с вами поделиться, может быть, не прямо так к этому относятся, но это было для меня прямо откровение такое. Знаете, эта сестра сегодня здесь, ну пусть Господь простит, но тут не такой пример негативный, скажем так. Оно, знаете, оно было так, что я с этой кафедрой проповедовал так же, и вот после служения ко мне подошла сестра и говорит, что, ну вот почему ты так вот сказал, оно как бы, ну совсем неправильно ты сказал, как бы, ну нехорошо сказал. И мы с ней начали, когда разговаривать вот на эту тему, я ей сказал, слушай, ну я же не так сказал. Ну мы с ней начали дальше беседовать. Она говорит, ну действительно, ты не то сказал, не то имел в виду. То есть это ее были слова, она сама сказала. И знаете, для меня было такое откровение. А если бы она не подошла ко мне, что было бы? Ну я бы так и жил бы в неведении, и как бы так вот спокойно бы и существовал там, и служил бы Господу. Но обида бы в сердце, она бы там поселилась, правда? Она бы там поселилась, и как бы вот это нерасположение, оно бы все равно, вот это же маленькое семечко, но оно может дать большие плоды. Знаете, очень важно, чтобы когда мы с вами что-то там, ну бывает так вот услышали от кого-то, или что-то увидели в ком-то, чтобы мы не носили это в себе, но чтобы мы были искренни, во-первых, с Господом, а во-вторых, были искренни друг с другом. Подошли, ведь можно в корне решить эту проблему. Не пока она уже развилась, у тебя уже такое нерасположение, к братьям, там служителям, может быть, или к сестрам. Вот, уже так все это у тебя выросло, что все, ты уже не можешь уже. А это тоже, оно не приближает нас к Господу. Мы не прилепляемся к Господу, когда у нас в сердце обида. Поэтому помоги нам с вами Господь, чтобы мы с вами не прилеплялись к этому вал-фигуру, к нашим плотским каким-то наклонностям, желаниям. Не прилеплялись, может быть, к обидам, не прилеплялись там еще к чему-то негативному. Но чтобы мы с вами были готовы прилепляться к Господу. Это благословение и благо для нас с вами. Мне бы хотелось сейчас помолиться вместе с вами, чтобы Бог нам с вами всем помог прилепляться к Нему. Это нам поможет в нашей жизни и на этой земле. Самое главное, это нам поможет оказаться вместе с Господом в Царстве Его. Аминь. Будем молиться.